Несколько минут до начала спектакля. Все уже готово, но не стоит ждать, что зрительный зал наполнится и в предвосхищении увиденного раздадутся аплодисменты. Режиссер постановки и автор пьесы Ксения Князева пока одна из немногих, кто готов к просмотру. Играть в моноспектакле очень сложно, говорит Ксения. Это безумно сложно, это даже сложно профессиональному актеру сделать. Вы знаете, это полчаса как минимум надо держать зрителя в большом напряжении. Представляете, каково это для актеру собраться и вести от себя свой монолог, чтобы зрителю была интересна его история, чтобы он ее смог передать. Единственная актриса, занятая в спектакле, Настя Колосок, рассказала, что работа над ролью была непростой. Ведь действие происходит в 90-е, когда юной актрисы еще и на свете не было. Мне приходилось музыку слушать из 90-х, как-то вживаться, чтобы больше понять девочку, которая это пережила. Вот. Получилось как-то? Я считаю, что да. Развитие пьесы таково, что вначале зритель не очень понимает всю драматичность сюжета. Девочка-подросток пишет письма своей подруге. Кажется, все легко и просто. Десятое июля. Кать, привет! В своем письме ты писала, что стала отличницей по всем предметам. Встречай меня 2 июля в 6 вечера с коробочкой Юпи. Я подсчитала, нам этой коробки хватит на 100 для бутылки. И в этих немудреных письмах вся жизнь девочки. Вот она с другом едет на озеро, на велосипедах. А вот и Новый год с его подарками и радостью. Но проходит время и случается беда, которую соизмерить с детством очень сложно. Это не со мной! Это не со мной! Это сон! Это сон! Мама! Папа! Ну это всегда больно, когда семья рушится. И вот этот взгляд детей на отношения родителей, это, конечно, знаете, ну, со стороны сценариста, вот как он видит эти отношения. Да, это трогает. Ну, я плакала. Второй раз смотрю, и каждый раз плакала. Очень тронула, конечно. Все тронула. Игра, очень способная девочка, очень красиво все сделано, отличные эмоции. Мне очень понравилось, очень трогательно. И прям тоже до мурашек. Равнодушных не осталось, и это главное, считает Ксения Князева. А если благодаря этому спектаклю кто-то задумается и сумеет, несмотря ни на что, сохранить семью, для его создателей это будет самой большой победой. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.